Дом в 15 минутах от парков Диснея, который был куплен специально для цели сдачи в AirBnB. Сегодня вас ждет видео-обзор этого красивого дома. Видео будет полезно для тех, кто задумался о покупке дома под AirBnB, потому что сегодня вы узнаете, сколько на самом деле стоит наполнить такой дом и что должно быть в каждом успешном доме для AirBnB. Ребята, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ирина Паул, я ваш риэлтор Центральной Флориды. И сегодня я вам покажу этот красивый дом у парков Диснея. Хочу, чтобы вы посмотрели на этот дом немножко другим свежим взглядом, с нового угла, как на место, куда приезжают семьи, возможно, для кого-то это первый отпуск у парков Диснея, для кого-то это первая поездка с бабушкой и с дедушкой. В любом случае, это то место, куда приезжают люди и создают свои традиции, и создают хорошие воспоминания. Как только мы зашли в этот красивый дом, нас встречает высоченный потолок, двойной свет, вы видите два ряда окон, дом декорирован в стиле contemporary, то есть достаточно модерновый, без изысков, но с удобствами дом. Без пики-маусов, обратите внимание, который поможет привлечь как можно большее количество гостей из разных стран, с разными вкусами, с разными предпочтениями. Эта зона плавно переходит в зону, где, наверное, будет большинство времени проводить любая семья, где очень уютно все обустроено. Все, что вы видите вокруг меня, уже присутствовало в этом доме. Моему клиенту повезло, он получил это от предыдущего хозяина, но моему клиенту удалось создать какую-то атмосферу, на мой взгляд, и сделать это более функциональным. Первое, что сделал мой клиент и его менеджер, это добавил Xbox. Теперь молодежь может играть в свои игры и отдыхать во время каникул. Далее, как любая женщина, я должна заглянуть, конечно, в кабинет. Вот этой посуды у нас не было, была какая-то хаотичная такая картина, тарелки и ложки, вилки, все из разных наборов, в разных стиле, в общем, был конкретный месс. Сейчас у нас все это устаканено. Далее у нас есть такая небольшая корзинка, как говорится, welcome basket, в которой присутствует чай, кофе, конфеты, для того, чтобы гости, приехав сюда, почувствовали себя как дома. Естественно, мы не могли не пройти мимо ложек и вилок и добавили полный набор для тех, кто любит барбекю. То есть у нас есть все необходимое для того, чтобы самый крутой шеф-повар мог приготовить вкусный стейк. И, естественно, мы должны были предусмотреть количество света, который попадает в этот дом. Все жалюзи, которые здесь были, все шторы мы просто сняли для того, чтобы вам и гостям здесь было как можно уютнее и как можно более приятно проводить время. Ребят, этот дом продуман до мелочей. И если вы покупаете Airbnb, тоже возьмите себе это на заметку. Вот, например, здесь у входа в бассейн стоит корзина с полотенцами. И не просто с полотенцами, но и со средствами защиты от солнца. Потому что многие гости приезжают из северных штатов, из северных стран. Они даже не знают, что нужно защищать свою кожу от солнца, потому что солнце у нас здесь палящее. На первом этаже у нас есть спальня, что очень классно, потому что есть люди, которые не любят ходить вверх на ступеньки. В этой комнате все, что было изменено, в первую очередь, это текстиль. То есть полностью новые наборы для кровати и шторы. И как вы видите на фотографии, это абсолютно другая картина. Комната смотрится по-новому и свежо. На первом этаже этого дома также предусмотрена полная ванная комната, через которую можно пройти на территорию красивейшего бассейна. Ребята, территория бассейна очень уютная, продуманно оборудована. За моей спиной огромный стол, на котором можно разместить гостей. Обязательно телевизор, чтобы можно было купаться и смотреть мультики или кино. Менеджер добавила гриль, это абсолютно новый гриль для тех, кто любит сделать барбекю. Уютная мебель на улице, видите, она рассредоточена в разных углах. Для тех, кто хочет просто полежать, отдохнуть, кто-то хочет книжку почитать. Был добавлен такой вот газиба, его раньше не было. И, естественно, сам бассейн. Температура воды классная, я вижу, что работает подогрев. Обязательно в каждом Airbnb должен быть бассейн с подогревом. Это поможет вам выставить конкуренцию, потому что здесь очень много домов, которые сдаются посуточно, и привлечь больше гостей. А теперь посмотрим, что же наверху. Ребята, это основная спальня. Посмотрите, какая же она просторная. Приезжая в отпуск, людям не нужно находить компромисс и размещаться в маленьких комнатушках. Посмотрите, как классно. В этой спальне предусмотрено все. В первую очередь, большой телевизор. Пожалуйста, если вы покупаете Airbnb, ребят, поставьте большой, хороший телевизор. Гости скажут вам спасибо. Новый текстиль, который полностью поменял вид этой комнаты. Хорошая, добротная, современная мебель, которая прослужит долго. Людям будет приятно здесь останавливаться. Кинг-сайз кровать обязательно должна быть в основной спальне. На этой кровати тоже абсолютно новые простыни, новые наволочки, новые подушки, новое одеяло. Грубо говоря, вы приезжаете в абсолютно новый чистый дом, и это ощущение должно сохраниться на протяжении всех букингов. Естественно, постельные принадлежности меняются. Для этого есть клозет, который я вам сейчас покажу, где это все хранится. Но вы должны учитывать, что все эти текстильные наполнители должны быть постоянно в лучшей форме. За моей спиной хозяйская ванная комната и два клозета. Слева от меня клозет, в котором хранятся дополнительные простыни, полотенца, кофе, все, что вы предлагаете своим гостям, и моющие средства. Справа от меня шкаф для гостей и, естественно, ванная комната. Ребята, в этой ванной практически ничего не поменялось, но добавились определенные детали. Менеджер этого дома с мыслью о гостях добавила все необходимое для того, чтобы люди приехали и могли просто принять душ. Это кондиционер, гель для душа, шампунь, мыло, чтобы гостям не нужно было, может быть, они поздно приезжают, вечером заезжать в магазин и покупать такие вот приятные необходимые вещи. На выходе из основной спальни у нас лондри-рум или постирочные сушильные машины, и осталось еще две спальни, красивых спальни на втором этаже. Ребят, в этой гостевой спальне до этого были bunk beds, то есть двухуровневые кровати. Вы их видите везде и много, в каждом практически доме они присутствуют, я их не рекомендую из-за того, что вы несете ответственность, если кто-то упадет и повредит себе ногу, ну и плюс какой ребенок хочет спать в такой кровати в своем отпуске. Вместо этого мы поставили красивый гарнитур, как вы видите в современном стиле, ничего лишнего, все чисто, ново, красиво и современно. А вот отсюда у нас есть проходная ванная комната, здесь ее называют Jack and Jill. Справа от меня ванная, здесь у вас есть раковина и дверь, которая разделяет эту ванну на две половинки. Это последняя спальня на втором этаже, но это не последняя комната в этом доме. Как видите, эта спальня тоже в нейтральных тонах, в современном простом стиле, которая должна понравиться и мужчинам, и женщинам, и большинству людей, которые приезжают в отпуск. Ребята, и какой же Airbnb, хороший Airbnb без игровой фонды? Посмотрите, что ребята сотворили из простого серого скучного гаража. Раньше здесь был только один бильярдный стол, а теперь у нас целое поле с препятствиями для мини-гольфа. Какая классная подсветка, в принципе, занятие для всей семьи, мне кажется, любой ребенок будет рад здесь провести пару часов в день. Родители рады, дети заняты, отпуск удался. Кстати, это один единственный дом в округе, в котором есть подобная комната. Я думаю, что это один из самых важных инструментов, когда в вашем доме под Airbnb есть что-то такое, чего нет у других домов. Ребята, ну вот и подошел к концу моего видеообзора. Спасибо, что досмотрели до конца. Хочу дать вам цифры, реальные цифры, которые хозяин этого дома вложил в так называемый готовый Airbnb. Около 12 тысяч долларов было потрачено для того, чтобы этот уже красивый дом было довести до состояния того, что можно сдавать на Airbnb. 4 тысячи долларов было вложено в текстиль. Это шторы, это постельные принадлежности, одеяло, подушки. 6 тысяч долларов было инвестировано в наш гараж, теперь это игровая комната, включая кондиционирование. И 2 тысячи долларов ушло на расходные материалы, на гриль, на дополнительные газибы, например, слева от меня, на камеры, на смарт-замок. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, оставляйте комментарий, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. И до новых встреч!